Смотри, как взял. Как настроение, народ? А я продолжаю свои тренировки на Чебоксарском водохранилище. И сегодня весь день я буду посвящать ВИБам. Ловить преимущественно буду судака. На данный момент у нас с вами в копилочке 6000 баллов. И если получится поймать зачетную рыбу, а зачет у нас по судаку 55 сантиметров, соответственно, эти баллы тоже пойдут в нашу копилочку. Постараюсь все максимально детально и подробно показать, как я ловлю по открытой воде на ВИБы. Самое первое, с чего хочу начать, во-первых, когда я ловлю на ВИБы, я делаю максимально короткую постановку. Максимально короткая это обычно 7-8 метров. Самая большая дистанция, на которой я встаю от точки, это 13-14 метров. Но это прям если очень сильное течение, для того, чтобы моя приманка просто не зависала, чтобы она падала так, как надо. Несмотря на то, что я стою на 6 метрах, по сути это очень небольшая глубина, но здесь очень сильное течение, поэтому я в любом случае беру 95-й конди-ВИБ. У него вес 32 грамма, и мне хватает этого веса, чтобы сделать вот именно такую проводку, как мне надо. Почему я делаю именно такие короткие постановки? Потому что самое главное, вот в той ловле, которую я делаю с ВИБами, по открытой воде, это чтобы приманка шла не в горизонте, а чтобы она задиралась вверх, то есть постоянно вверх. Я не облизываю коряшки, вот как привычно это делать, идти вот прям по периметру. То есть я опускаю ВИБ, и покачиваниями его поднимаю. Затем, если рыба не вышла, или не клюнула, или еще что, я опять опускаю, опускаю не просто удилищем, я прям скидываю дужку, чтобы он вертикально упал, и потом также поднимаю его наверх. И таким вот образом, ну грубо говоря, кардиограммой. Вот так вот я прохожу всю локацию, коряшку там, поэтому свал не важно, где я ловлю. Ну, у меня, конечно, чуть-чуть избитый ВИП, и даже один отломанный тройничок, потому что на него щука клюнула, и пришлось крючок ликвидировать. Вот здесь идет такое бревно, вот здесь вот корень бревна, но я чуть-чуть его подсмазала, потому что повернула. Но вот здесь прекрасно видно, что за вот этим вот торцом бревна судачки. И вот так вот это все выглядит в Panoptix, то есть, ну, явно видно отдельные вот эти вот рыбки. И что я делаю? Я сейчас сначала на самую дальнюю дистанцию кидаю, то есть вот здесь вот где, за вот этим вот выступом рыба, и отсюда начинаю вести вверх. Потом я падаю прямо в середину, прямо в саму веточку, и начинаю оттуда вести. И самая такая классная, как показывает практика зона, это вот в начале, вот перед коряжками, там, как правило, самый такой активный судачок стоит. Это что у нас получается? Первый судачок, да? У нас зачет 55. Здесь 44. Не зачет. Точка кайфовая, но что-то они не особо хотят. Возвращаю на место 95. И так как начали выходить и проявлять активность какие-то очень маленькие судачки, я предлагаю сменить локацию. Ага, опять до поверхности. Какой, блин. О, кто-то тыркнул. Есть. Ну, это уже зачетик. Чуть-чуть укрупнила вип, поставила 113-й Маднес. Линейку-то, наверное, надо расправить. Вот так вот. Простите меня, пожалуйста, 54. Один сантиметр не хватило до зачета. Ну, ладно. Продолжаем. Вот что мне нравится в вибах самое классное, что даже когда судак ну, вообще не хочет никак клевать, на вибы всегда его можно раздраконить. И уже не первый турнир вибы меня спасают по судаку, потому что потому что это самый эффективный способ достаточно быстро закрыться. И почему-то очень многие считают, что на вибы нельзя поймать трофейного судака, что ловится только там полторашки, двушки. Ну, вот, грубо говоря, зачеты. Нет, я в прошлом году на Чебоксарке поймала два судака 4+, именно на вибы. Несмотря на то, что до вибы я кидала силиконы, слаги, виброхвосты, он поднимался, может быть, там чуть-чуть прихватывал, но полноценно не клевал. А на вибы за здрасте. Есть. Ах, сошел. А знаешь, почему сошел? Потому что если крючки обломаны, их надо менять. И не лениться. Маленький. Это маленький судачок. А, знаешь, что это? Кстати, это берш. Смотри. А для берша он не маленький. Это зачетный бершик. Вот. Кстати, еще одно примечание. Сейчас берш очень часто стоит примесью с судаком. Ну, это точно зачетно. У нас зачет по бершу 35 сантиметров. В этом 30... Эй, тихо. 38. Тихо, тихо, тихо. 38 сантиметров. Хоть мы лоем и судака, но у нас же, как с вами, по правилам в копилочку идут все зачетные рыбы. Значит, этот тоже засчитывается, блин. Наплескал мне на очки. А в прошлом году на Чебоксарке берш был смешанный. Ну, практически только на корягах. А сейчас я стою на русле на стае судака. И здесь еще и берш. В прошлом году такого не было. Ну, или я не была на таких локациях, где так было. Так, и теперь еще один небольшой нюанс про проводку. Я никогда не веду просто ровно. То есть, я постоянно вот так вот покачиваю вип. Я вам потом покажу в воде вот прям как он выглядит, когда вот так вот покачивания идут. И когда я поднимаю его вертикально, я все равно продолжаю вот так вот, ну, прям мелкочастотно его вот так вот покачивать, покачивать, покачивать. И вот сейчас мне очень удобно быстро стравливать плетеночку и опускать приманку вниз, потому что я с прошлого года перешла на кастинговую снасть. Ну, и это действительно очень сильно облегчает прям задачу. Кнопочку нажал, приманка опустилась и все. Очень удобно. если бирж, то зачетный, а это бирж. Я вот говорю, они стоят в перемешку с судаками. Да, опять Маднес. Да, 36, а зачет по биржу 35. Я сейчас ставлю чуть-чуть поменьше Канди Вип 85, потому что он сегодня какой-то гиперпривередливый, и мне приходится постоянно менять 95-й Канди Вип, 113-й Маднес, 85-й Канди Вип. В общем, как-то он сегодня прям это, избирательно. Пока что анализ сегодняшней ловли. 95-й Канди Вип ходят, более-менее так поклевывают, на 113-й Маднес лучше, сильно лучше клюют, а 85-й пока проигрывает, значит, надо укрупняться. Да ладно, опять берш суммарно с судаком стоит, но это прям зачетик берш. Скорее всего, да. Ну да, 39-й почти. Еще один зачетный берш на судаковой точке. Ну как судаковой, это коряшки, конечно, но в прошлом году здесь были только судаки. Ну сейчас у нас тут и глубина на самом деле подходящая для берша. Мы стоим почти 11 метров. Тут такой завал бревен. течение не такое сильное и веса в 32 грамма кандивива вполне хватает. Я когда говорила, что даже поднимая вертикально вверх приманку, я всегда делаю такие мелкочастотные подергивания. Потому что когда я вот так рису, он так коромысло вот такие вот делает движение. Ну если мы ловим просто в заброс джигом, он идет так а когда мы вот так качаем его, он делает вот так вот и вот это самое ценное для той проводки, которую я делаю. Почему я собственно и встаю максимально близко к точке, для того чтобы когда я поднимаю вертикально у меня было вот именно вот это движение. И на него рыба очень хорошо реагирует. Особенно особенно хорошо реагирует рыба. Вот допустим точка не знаю там всем известна и там сто пятьсот раз прилетала в этого судака силиконовая приманка или еще что-то. Только ты кидаешь кондивип и реакция ну совершенно другая. не поймал. Ну померить конечно не получится но я сейчас очень важную фишку расскажу. Вот здесь вот ни для кого будет не секретом что это место недалеко от Разнешки называется Кресты. Ну грубо говоря это вот первый поворот выход в протоку перед разливом Разнешки. Здесь бревен очень много но по сути рабочих постановок только несколько. И вот самые такие пикантные места Никитос тебе надо будет паноптикс показать. То есть в чем суть здесь бревен много всяких но я выбираю места вот такие вот то есть где вот здесь есть такое окошко и моя цель провести не над бревном а попасть вот сюда вот в этот промежуток ну то есть грубо говоря вот прям под самое бревнышко и вот здесь как правило все поклевки происходят и в прошлом году в этом месте я поймала своего одного из самых крупных судаков на чебоксарке он был четыре с лишним килограмма и он был вот именно с этого ну я эти места называю окошко то есть я вот прям под веточку кидаю и вот снизу вот так вот веду вот этой вот проводочкой такой вот прям тык-тык-тык-тык-тык-тык но веду не в горизонте вот так постепенно постепенно вверх либо обрываешься либо ловишь ну такая достаточно обрывистая проводка но зато рабочая блин что-то слеп не дофига и самое важное что ни в сайдскан ни в паноптикс в таких местах рыбу не видно то есть нужно вот прям брать кидать и они появляются из ниоткуда ну как из ниоткуда на самом деле понятное дело что они просто прижат к дну из-за чего их не видно в приборах но такие места практически все вот которые я находила на Чебоксарке в Сызрани и они все рабочие вот примерно похожее место то есть бревно приподнято и то о чем я говорила рыба стоит вот именно в этом окошке вот она снизу поэтому мне нужно попасть именно туда и и и и 51 не зачет Есть Хороший Прям хороший Прям хороший Смотри как взял Покажи поближе Нам надо 55 сантиметров 56 Ура Зачетный судачок А это значит Что у нас баллы идут в копилочку Здесь у нас Глубина 5,8 Поэтому я сразу поставила 85 конди вип Чтобы проводка не проваливалась вниз Потому что я уже говорила Что надо чтобы приманка шла вверх И он сразу прям И клюнул В прошлом сезоне я большую часть времени проловила на Риверденс до 120 грамм Но остановилась все таки на 90 Потому что я показывала вот эту проводку Когда вип вот так вот качается Как коромысло И до 90 грамм Бланк более такой живой И он помогает намного легче осуществить эту проводку Поэтому Ну для меня я уже сто раз говорила Это самая универсальная палочка И для випов идеальный вариант И я продолжаю ловить По коряжкам, веточкам Ловлю на 8-жильный шнур X-Braid Он практически не уступает В износе устойчивости 4-жильному шнуру А мой тренировочный день закончен Сейчас будет легенькая кулинарная минуточка Я буду жарить картошку с белыми грибочками И, кстати говоря, грибы насобирал Андрей Фомин Это местный рыболовный гид, с которым мы знакомились в прошлом году Обалденный человек Поэтому его мы тоже покормим И, кстати говоря, випы по открытой воде Я для себя открыла вот именно на Чебоксарке в прошлом сезоне И это, наверное, самый быстрый и эффективный способ Закрыться быстро по судаку Практически на всех турнирах, на которых я участвовала Я использовала именно випы И они принесли достаточно неплохой результат Ну, а сейчас продолжу готовить Мне кажется, Андрей уже очень голодный Он ждет эту картошку бедную Давай я сразу закину и грибочки Матерь божья Так это же картошка Что, вылить? Не надо уже Ну, хочешь, вылью? Не надо Ты... Ты либо ешь то, что готовят Либо, ну... Я жарю, так я жарю дома Ой, как лист, то уже хочется, да? Ой, ой Так, надо на соль попробовать Игрей Я к солю нормальному То есть грибы мои Еще надо поцелить? Ненормально Тебе, по-моему, все нормально На соль даже не положил бы Я бы не заметил Ужин наш готов И я вам в прошлой серии В комментариях написала, что я Расскажу рецепт кляра Когда мы в Сызрани готовили судака Все очень просто Там было 2-3 яйца Майонез Мука и вода Весь секрет просто в майонезе Поэтому Надеюсь, больше вопросов не останется Андрей Вкусно? Очень Картошечка И грибочки белые И грибочки Никитос, вкусно? Да Как по соли? Отлично По соли По соли На этом мы с вами прощаемся У нас в копилочке уже есть Неплохое количество баллов Загор у меня, конечно, тоже уже хороший Спустя несколько дней на воде Поэтому всем до встречи на новой серии Муа! Субтитры сделал DimaTorzok